Добрый вечер! У эфиры новины для тех, кто цикавится станом экономики своего региона. У что-то дневной программе «Экономичная доведка» мы делимся актуальной информацией по разных направлениях. Глядите в выпуске. Гомельский литейный завод «Централицио» лит и снизил себе кошт продукции на 5%. Те есть резервы для дальнейшего сменшения выдатков, расскажет экономист предприемства. Куды можно тратить гроши, кие члены товарыства уласников перелечают на капитальный ремонт и техобслугование подъезда, расскажет эксперт. Кудка велик, дзенде продукты до святочного стола каштують боль штанна на рынку альбо у краме. Параунаем и зробим выводы. А зараз об этом подробязно у нашим сёняшним выпуску. У попередней программе мы закранули тему снижения себекошту продукции у нашей краине. Нагадаем, такая задача у межах указу президента номер 78 об повышении эффективности социально-экономичного комплексу. Сё лита стоит перед предприемствами Беларуси. И усе яны активно працуют у гэтым накерунку. И хотя об стабильных поспехах говорить пакуль рано, пылные станучшие выники уже есть. Конкретный приклад – Гомельский завод «Централит». Гэта буйнейшая предприемства Беларуси, якое специализуется на вытворчасти литых выработов с высокой трывалах очагуна. Уже 40 годов завод з'является вядомым поставщиком гэтой продукции не только у Беларуси, а и за мяжой. Ягу махчымасті дозволяють забеспечить потребы у чыгунным лите практически любое предприемство – машина, автомобили и станкобудование, а так само транспорту и сувязи. А крымя того, завод освоювает творчость мастацкого лиття, якое выкарыстовывается для городского дизайну. Так, сё литом Москву отгрузили уже 1800 тонн лиття – Украина, Азербайджан, Литва, Финлянда и Словакия. Гэта так само постоянные покупники продукции «Централита». Худка до их повинна долучиться в Чехии. У планах – уключение гэты спис Испании, Италии и Франции. Бо дорожная арматура, а так само литё для станка и машинобудования, якие готовы пропоновать потенциальным покупникам на заводе высокой якости и прямального кошту. Завод «Централит» является частично сезонным. Есть сезонные виды продукции – это дорожная арматура и продукция для градостроения. По началу весны объёмы резко увеличились и пошли хорошие отгрузки. При борьбе с конкурентами берём ценой, качеством, нашей мобильностью и сроками изготовления минимальными. А здарается, заразумела, что пылное предприемство сдолило снизить себе кошт, але мая шмат миллиардные доуги. На «Централите» по выниках работы у первшем квартале не только означено снижение вытворших затрат, але и працуют рентабельно. Гэта значить, доуги отсутничают. С початку года экспорт продукции на заводе перевысил 2,5 миллионы долларов, а если бы кошты снижены на 5 процентов, у личбах гэта свыше миллиарда рублёв. А кроме того, в первшем квартале отрымалося выйти на рентабельность працы на узровне свыше 6,5 процентов. У сегодняшних экономичных умовах гэта вельми добрые показчики. Предприятие сработало с прибылью 4,5 миллиарда, ну и чистая прибыль 2 миллиарда. То есть достаточно высокий уровень позволяет предприятию также не иметь ни задолженности по платежам ни в бюджет, ни по заработной плате, ни также нет задолженности по плате за энергоресурсы. Покашек по энергосбережене сёлита склау омаль минус 9 процентов при задании минус 3,5. Дарыш и доля энергосбережене саби кошты продукции «Централита» перевышает 20 процентов. Гэта один из самых высоких показчиков Беларуси. Тому так важно снижать минавито ГТ-выдатки. Наприклад, тут адмовились ад эксплуатации дорогих газовых котлов и замянили их на те, что працуют на мясцовых видах палева. Яшы один затратный процесс – сушка пяску. Тут так само отбылась оптимизация процессу. Кабь его высушить до необходной вильготности, зараз тратится значно меньше кубометров газу. Мы внедрили энергоэффективные горелки с компьютерным сопровождением. Когда компьютер по максимуму исключает человеческий фактор, заставляет горелки гореть с минимально возможным количеством газа, но тем не менее позволяющим высушить песок до нужных требований. Мы уменьшили до 40% потребления газа на этом. Передели вместо 25 метров кубических на тонну песка. Мы сейчас потребляем 17-18 метров кубических. Следующий этап – винтовые компрессоры. У нас в советских времен остался мощный поршневой компрессор по производству сжатого воздуха, который, помимо того, что был очень энергоемок, он еще был очень инерционен. То есть сбавить количество потребления или увеличить сжатого воздуха на нем очень проблематично и трудно. Поэтому была закуплена серия винтовых компрессоров, опять же, регионального производства. Это завод «Ремеса» города Рогачев, Гомельской области. Мы их закупили 11 штук. Это самая большая покупка, наверное, в Республике Беларусь. Они полностью себя оправдали, снизили энергопотребление на 20% против существующего на данном переделе. Нагадаемо, в Беларуси измененный парадок на лечение платы за жилево-коммунальные послуги. Так, сродки на капитальный ремонт зараз залечаются только на специальные рахунки. Они открываются мясцовыми, выканавшими и распорядшими органами, как не допускать выкористание грошей на иншие меты, не связанные с проведением капремонту. Что отыщется потреб, которые на сходах вызначают жильцы, например, разметка стоянки, пофарбовка подъезда, а либо замена светильня на энергосберегающие, то на эти меты грошей треба сбирать особенно. В подъезде вы можете выполнять только те работы, которые предусмотрены перечень, а также те регламентные работы, которые необходимо выполнить в соответствии с техническими санитарными требованиями. Сюда не входит оплата текущего ремонта подъездов. Это окраска, шпаклевка, побелка подъездов. Это средства уже граждане собирают дополнительно. По решению собрания в пределах той сметы, которая формируется на данные виды работы. Например, я скажу, как задаю часто вопросы, сейчас в целях снижения затрат граждане предпочитают перейти на установку светодиодных светильников. Но в данном случае эти средства должны быть гражданами собраны дополнительно. Почему? Потому что замена существующего оборудования, ну я имею в виду плафонов в подъезде, лампочек, это те работы, которые предусмотрены техническим обслуживанием по мере износа, поломки этого оборудования. Протягиваем выпуск у студии Марина Северьянова. Про астыдень православных християне означать одно из головных церковных святов – Великдень. Рыхтоваться, да яго починают загадя. Гэта тычится не только навядение пероцвяточного аппаратку у квартиры, а лей складание великодного меню. У кожного тут свае пераваги. Лишь традиционные островы заусюды на столе. Спячы куличы, пафарбовать яйки, святая и окажут справа. Каб заэкономить ваши гроши, мы вырошили пройстисья по центральным рынку, а так само зазернули у краму Виктория, что на Волотаве. И поглядели, где продукты зараз купить больше выгодно. Так, яйки больштанные на рынку – от 15,5 тысяч за десяток. Великодные наклейки, да их и харчовые фарбы так само купим на центральном. Кто не лянуется пятоши святочные куличы, то вось цены на их основные ингредиенты. Цена на муку крыху больше низкая у краме – от 7 тысяч за килограмм. Цукорка, что я прикладна от нолькова, каля 15,5 тысяч. Стартовый кошт на сметанковое масло адрозневается незначна. Починается от 14,5 тысяч, а лей по большевыгодным коштам на рынку. Тут же до святочного стола купим свинину и огурки с помидорами. Что отыщится куриных продуктов, то их набудем у Виктории. На этом сегодняшний выпуск завершен. С вами была Марина Северьянова. До встречи. Простый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова